Друзья Казанского Федерального Университета, мы рады вас приветствовать на нашей конференции «Цифровая дидактика от инсайтов до реальных технологий». Тема конференции выбрана случайно. Сейчас в нашей республике Татарстан проходит год цифровизации. Цифровые технологии во всем мире развиваются очень активно, а это значит, что цифровые решения, средства развиваются еще быстрее. Для того, чтобы мы могли с вами успеть за развитием цифровых технологий, мы продумали программу нашей конференции в 30 мастер-классов разных направлений, где мы надеемся, что данная полученная информация будет для вас не только интересной, но и полезной, чтобы вы вернулись на свои рабочие места и могли применить полученные знания на своих занятиях, в своих будущих знаниях. На этом можно считать, что конференция «Цифровая дидактика от инсайтов до реальных технологий» «Открыто». Для приветственного слова участникам конференции приглашается Закирова Мензеля Загриевна, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан. Субтитры создавал DimaTorzok Это очень весьма важную и актуальную тему. И тема выбрана не случайно. На самом деле цифровые технологии активно вошли в нашу жизнь. И мы сегодня должны подготовить наших школьников к этой активной жизни. В нашей республике строятся школы, ведется программа капитального ремонта на федеральном уровне. В этом году выделено огромное средство на то, чтобы мы обновляли инфраструктуру школ, чтобы соответствовали условия учебно-воспитательного процесса. Все наши сущности соответствовали современным требованиям. Сегодня в республике успешно реализуется федеральная и наша республиканская программа подготовки будущих наших педагогов. В школах в этом году мы открыли 173 психолого-педагогических класса. Отрасль должна готовить своих будущих учителей. Это наша с вами задача. В этом активно участвует наш Казанский федеральный университет. В этом активно участвуют все наши педагогические вузы, начиная от колледжей, завершая нашими профильными институтами. В этих школах, в этих классах обучается более 3,5 тысяч наших детей, и мы надеемся, что они выберут нашу профессию. Наша профессия и сложна, и ответственна. В свои 17 лет, выбирая профессию педагога, я конкретно точно знала, что я буду всю жизнь именно работать с детьми и, если нужно будет дальше, работать с педагогами. И на сегодняшний день мы определяем общую нашу работу, общее наше направление деятельности. И основное направление деятельности, которое сегодня рассматривается в рамках научно-практической конференции, это цифровая дидактика от инсайтов до реальных технологий. На сегодняшний день успешно в республике у нас реализуется программа цифровой образовательной среды. Более миллиардов рублей выделено нашему Иннополису на то, чтобы успешно реализовалось на федеральном уровне все проекты и программы, касаемо реализации цифровых образовательных технологий. Именно на учительство и на педагогическое сообщество возложена реализация федеральных и региональных проектов. Мы с глубоким уважением к вам и к той нагрузке, к объему работы, к вашему профессионализму и умению ответственно обеспечить учебно-воспитательную деятельность в образовательных организациях, мы ведем нашу работу. В настоящее время образовательная среда активно наполняется цифровыми инструментами, инновационными идеями, концепциями, ориентированными на модернизацию системы дополнительного образования, способной обеспечивать подготовку высокоинтеллектуальных педагогов, готовых непрерывно обучаться. И сегодняшняя наша встреча этому подтверждение. Хорматные кележки, богоын оқытышы, хорматные бүгінгі күн оқытышылары біздің. Ихлас күнгілмінен бүгінгі конференцияның барығыз үшінде файдалы утуын тілим. Барығызда файдалы гейлималығыз. Гейлим билен білім бір түгілу. Бүгінгі күнде біз оқытышыларымызның өзі бізге, өзі біздің оқытырағына түгіл, иң бірінші шыратта оқыты білен бірге тәрбие үшін алып барыға түйежбіз. Мұны оқытышы тәрбие программысын бұлға қорамастан бар мұл, үші мұл, оқытышы хәр күн білімді бір үші бұлды, хәм тәрбиелә үші де бұлды. Біздің ғамә стратегисінді айызылған, хәр бұғын, уақауым, уа милетнің бәқетлі болуында түп сәбеп ұл ғилімдір. Білім түгіл ғилім, нәрсі білін айырла білім ғилімнен. Білім ұл бары тік фәнні білімнер. Ә ғилім ұл күшінің, тәрбиелі күшінің, бүгінгі күнде файдалы, өзінің жемғиетті файдалы күн күріші, аның өзіне ғіне түгіл башқалар үшін ғымырын алып баруы. Шоған қүрәмін иқлас күнімінен барығызға да тілім, ұқышыларымызның ғилімлі болуын, Сім я желаю мирного неба над головой и удачного взаимодействия. Сегодня вам плодотборного нашего профессионального общения узком педагестскому кругу. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги! Радим Фривкатович! Студенты от имени многотысячного коллектива Института филологии и межкультурной коммуникации искренне всех вас приветствую и желаю успешной работы. Мы в этом зале работаем пока в тестовом режиме, поэтому приносим свои извинения за определенные технические неполадки. Они недавно закончили ремонтные работы, еще не все оборудование установлено. Я надеюсь, в ближайшие месяцы вся эта работа уже будет завершена. Об актуальности, целях, задачах сегодняшней конференции коллеги уже в какой-то мере говорили. И согласно программе еще наши профессионалы будут выступать. Поэтому я не буду много задерживать ваше внимание на вот этих моментах. Я бы хотел сказать несколько слов о нашем институте, о направлениях подготовки, о том, чем мы сегодня занимаемся и какой вклад мы вносим в объявленную тематику, сегодняшнюю тематику. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета представляет пятитысячный коллектив. У нас в структуре института функционируют три высшие школы. Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, где мы готовим специалистов в области зарубежной филологии прежде всего. А также готовим специалистов для работы в научной сфере по направлению русский язык и литература. Вторая высшая школа называется высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де Куртена, где мы готовим специалистов для работы в системе образования, а также готовим специалистов в области русской филологии. В этой высшей школе русского языка и межкультурной коммуникации преимущественно у нас учатся иностранцы, они изучают русский язык как иностранный. Третья высшая школа называется высшая школа национальной культуры и образования имени Габдулла Итукая. Здесь мы готовим специалистов в области татарского языка, литературы, а также в последние годы мы расширили перечень программ, которые реализовываются на базе данной высшей школы. Здесь мы готовим специалистов для работы в системе средств массовой информации, то есть мы готовим журналистов национальных. Мы готовим учителей музыки, учителей рисования, мы готовим дизайнеров, а также, начиная с 2018 года, по заказу Республики Татарстан, мы готовим учителей по разным направлениям. Это и учителя математики, и учителя физики, и учителя истории, и учителя, которые будут работать в начальной школе. Мы готовим также воспитателей для работы в системе дошкольного образования. Это непростые, необычные программы. Практически по всем озвученным мною программам мы еще даем дополнительную квалификацию. Где-то это иностранный язык, а где-то просто даем вторую квалификацию. Допустим, в этом году мы приняли на первый курс 150 человек на такие направления, как математика и иностранный язык, начальное образование и иностранный язык, а также музыка и иностранный язык, изобразительное искусство и иностранный язык. Это уникальная программа, аналогов такой программе в Российской Федерации нет. Студенты, обучающиеся на дневном отделении в рамках этого проекта, получают стипендию в размере 15 тысяч рублей. После завершения учебы, после получения диплома, ребята в течение пяти лет должны работать в системе образования нашей республики. Если до 2022 года на программы, которые я озвучил, мы принимали в основном выпускников школ Республики Татарстан, начиная с 2022 года по решению нашего президента, президента нашей республики Ростана Рогалевича Миниханова, мы на эти программы уже начали принимать и выпускников других регионов Российской Федерации. Но после завершения учебы они должны будут работать в системе образования нашей республики. Конференцию сегодняшнюю организовала кафедра билингвального и цифрового образования «Центр цифровых образовательных технологий». Возглавляет и центр, и кафедра билингвального и цифрового образования наш коллега. Она перед вами выступила очень кратко, еще вы сегодня с ней пообщаетесь. Это Плотникова Луиза Альбертовна, кандидат педагогических наук. Благодаря ее инициативе и поддержке руководства университета, благодаря присутствующему здесь Тимирхану Булатовичу Алишеву, нашему проректору, мы реализовали уникальный проект на базе нашего спортивного зала. Я говорю, как есть. На третьем этаже создан Центр цифровых образовательных технологий, где сегодня проходит подготовку будущие педагоги всего нашего университета. Многие занятия по информационным технологиям у будущих педагогов Казанского федерального университета проходят именно вот на этой площадке. Я не знаю, кто-то, может быть, успел посмотреть. Если не успели, у вас сегодня будет великолепная возможность побывать, познакомиться с сотрудниками и с тем, что мы делаем на базе данного центра. Проект действительно этого центра, он тоже уникальный. Я думаю, Тимирхан Булатович еще более подробно о нем расскажет. Нас радует то, что сегодня нашим студентам предоставлена такая возможность, созданы условия. Они напрямую работают с современным, новейшим оборудованием, которое сегодня поставляется в систему образования нашей республики и нашей страны. Как только появляются у наших производителей новые оборудования, они устаревшие, ну, устаревшие, может быть, и не совсем правильно, очень долгие годы эксплуатируются данные оборудования. Но для понимания производителей это уже устаревшее оборудование, когда появляется уже взамен новое. То есть старые увозятся и нам привозятся, поставляются новые оборудования. Для нас еще очень важно, что оборудование поставляется нам, и мы пользуемся им на безвозмездной основе. Нашим опытом интересуется вся страна, и я надеюсь, что он будет распространен, этот опыт, на всю страну. Если вернуться еще раз к Институту филологии и межкультурной коммуникации, к нашим программам, мы сегодня реализовываем порядка 150-160 программ аккалавриата и магистратуры. В этом году мы еще расширили перечень реализуемых программ. При поддержке президента нашей республики мы приняли на программу пиар и связи с общественностью, копирайкинг и бренд-коммуникации. Республика сделала заказ на подготовку 15 специалистов, а в остальном мы принимали на эту программу на платной основе. В 2022 году мы открываем еще одну интересную программу, называется «Издательское дело. Дизайн». И мы надеемся на то, что эта программа тоже будет пользоваться большим спросом у выпускников образовательных организаций нашей республики и нашей страны. Я, завершая свое выступление, приветствие, хочу всем пожелать успешной работы, успешной работы сегодня, успешной работы у себя на основной должности и надеюсь на то, что нынешняя конференция сегодня проходит впервые. Но мне кажется, она станет традиционной, ежегодной. Мы надеемся на это и верю в то, что мы в последующие годы тоже с вами соберемся и продолжим наши дискуссии и наше обсуждение. Спасибо за внимание. Коллеги, давайте вспомним 1985 год. Чем она заменована эпохой компьютеризации? Если мы вспомним конец 90-х, начало 2000-х, это эпоха информатизации, можем назвать так. А сейчас мы пришли с вами к этапу цифровизации. В каждой из этапов реализовывались интересные проекты. Сейчас реализуется очень много цифровых проектов, цифровыми технологиями, цифровые исследования, цифровая дидактика. Так вот, в Казанском федеральном университете очень много реализовано цифровых проектов. К этому разговору и приветствию участников конференции приглашается кандидат социологических наук, доцент проекта по внешним связям Алишев Тимирхан Балатович. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Луиза Альбертовна. Я надеюсь, что меня хорошо слышно, потому что зал у нас новый, такой красивый и замечательный. И еще не до конца мы доработали акустику. Я думаю, что со временем у нас появятся замечательные усилители, микрофоны, и здесь у нас будет хорошо слышно всех выступающих. Но мы педагоги, у нас голос громкий. Я действительно рад приветствовать такое большое количество здесь и опытных педагогов из Казани, из районов Республики Татарстан, нашу смену молодых учителей, которые обучаются в Казанском федеральном университете. Вообще, хочется немного похвастаться, Казанский университет сегодня является третьим в России по контингенту будущих учителей. Первые два – это у нас Питер, Москва, основные наши педагогические университеты. И Казанский университет является третьим не педагогическим университетом, классическим, но третьим по численности педагогического контингента. То есть порядка 20% контингента нашего университета, а он составляет около 48 тысяч ребят, которые обучаются по основным программам, они обучаются по педагогическим направлениям подготовки. Ну или психологи, в том числе психологи, педагогическим по укропненной группе, скажем так, 44. Я хочу сказать, что при этом в педагогической подготовке участвует очень большое количество институтов. Ну, порядка, наверное, 10 во всем университете, которые имеют 18 институтов в целом с филиалами. И таким ядром является у нас институт психологии и образования, и сейчас уже становится институт филиологии и межкультурной коммуникации. Я, наверное, секрет не открою. У нас в институте филиологии и межкультурной коммуникации, по-моему, сейчас уже наибольшее количество учителей обучается среди всех институтов города Казани. И лабуга побольше, наверное, но тоже поменьше. Увы, первые. Ну, вот видите, это, наверное, в этом году произошел этот уже переход. То есть у нас, по сути, институт педагогики, он уже вот примерно здесь. Центр педагогического образования, по крайней мере. Поэтому очень правильно, что в свое время мы принимали решение об организации именно здесь центра цифровых образовательных технологий. Задача, которая ставилась еще до пандемии, на самом деле, потому что центру вводили в 2019 году, была связана с тем, чтобы ребят, которые здесь обучаются на основных программах, опытные педагоги, которые приходят сюда на повышенные инфекции, а порядка 10 тысяч ученики ежегодно проходят повышенные инфекции в Казани и Лабуги, чтобы они имели возможность ознакомиться с самыми современными разработками, технологиями, но и не только в этом была цель. Задача была в том числе поддержка отечественного производителя, на самом деле, потому что ту задачу, которую мы изначально ставили, это в том числе поддержка небольших компаний, которые работают на территории Российской Федерации, но которым не хватает доступа к конечным потребителям. И задачей технологии была в том числе выработка партнерских отношений с такими компаниями из разных городов, не только столичного региона, для того, чтобы они могли здесь представлять свою продукцию и для того, чтобы те руководители, которые сюда приходят на, как мы называем, ПК, повышение квалификации, и кто обучается в основном программе, имели возможность посмотреть, узнать сильные и слабые стороны, выбрать. И задача была в том, чтобы в одной линейке продуктов было как минимум 2-3-4 бренда, чтобы они могли ознакомиться с разными сильными и слабыми сторонами и принять, соответствующее, компетентное, квалифицированное решение. Я думаю, что постепенно мы эту задачу решаем. Проект еще до конца не реализован, но он идет к своей реализации. Конечно, стены замечательные, оборудование есть, но есть задачи, которые еще предстоит решить. Я думаю, что сегодня в условиях, в том числе непростых международных отношений, одна из задач, которые у нас есть, это привлечение все большего и большего числа отечественных производителей в этот технопарк и поддержка их, помощь в части доведения информации об этих продуктах до наших педагогов и до тех людей, которые принимают решения в образовательных организациях, прежде всего. Вообще, конференция, по-моему, замечательное дело, потому что я помню в свое время у нас в Республике Торстан была одна из лидеров цифровизации. Вот вспомнили 1985 год, это год, когда я родился. И в этом году действительно, и до этого, кстати, производились первые поставки компьютеров в школы Торреща Советского Союза. И на самом деле это было одним таким рывком, потому что Советский Союз – это первая страна, которая в обязательную программу поставила информатику. Вообще в мире такого не было, ни в Штатах не было, ни в Европе, ни в одной из стран. В Советском Союзе уже было. И первые компьютеры появились в школах, понятно, отечественного, советского тогда производства. Во многом, конечно, это были клоны того, что делалось тогда на Западе, но в то же время это поставлялось уже в школы, в образовательные организации. Это действительно было большим шагом вперед. Понятно, потом, в 90-е годы мы пользовались примерно тем же, что было поставлено в конце 80-х. И, конечно, вот такой значимый, наверное, рывок был и в конце 90-х, в 2000-х годах, когда первые деньги на информатизацию начали приходить в общеобразовательные организации. Но и в Республике Тарстан, это года, наверное, 9-е, 10-е, 11-е, когда первые ноутбуки начали закупаться для учителей и педагогов. И была целая программа, как она называлась, Килящак, по-моему, по будущей, в которую большим блоком входила цифровизация, информатизация школ. Была создана система электронного образования. Тогда и электронный журнал был создан в 9-10 году. И действительно, очень много тогда произошло. И, кстати, тогда появилась первая конференция по цифровизации образования, которая проходила в Казани. Это был биеннале, раз в два года конференция должна была проходить. Но прошла она, по-моему, всего два раза. И на этом она, к сожалению, закончилась. Но я думаю, что такие конференции необходимы, потому что где-то необходимо обобщать этот опыт. Сегодня эти темы обсуждаются на разных конференциях в рамках секционного седания в Республике Тарстан в целом. Но я уверен, что со временем появится площадка, которая будет целиком и полностью посвящена вопросам информатизации, цифровизации общего образования, дошкольного образования в целом и дополнительного образования в целом образования в Республике Тарстан. Потому что тема очень важная. И на самом деле Республика Тарстан, которая взяла очень хороший старт в 2009 году, сегодня во многом сравнивается с другими регионами, если не говорить о том, что ряд регионов, особенно столичных, Республика Тарстан, конечно, начали обходить по вопросам цифровизации. И сегодня речь, конечно, идет о необходимости существенного прогресса в этой сфере. В том числе о модернизации системы электронного образования в Республике Тарстан. Потому что она у нас как разработана была в 2009-2010 году, так вот примерно в этом формате до сих пор доживает. Хотя ее надо, конечно, серьезно модернизировать. Я хочу сказать, что вообще тематики цифровизации в университете в части высшего образования, прежде всего, уделяется большое внимание. Есть свои электронные площадки, системы. И я буквально кратко, я так понимаю, что презентация загружена, хотел проговорить по одному из направлений. Дело в том, что все университеты сегодня развиваются в рамках у нас такой федеральной программы, которая называется «Приоритет 2030». Это такая программа стратегической поддержки университетов по различным направлениям развития их исследований. И вот одно из направлений, которым занимается университет, является разработка цифровых платформных решений для системы дошкольного общего образования в том числе. Ну и чуть-чуть поддерживается университет сам себя и разрабатывает платформы для высшего образования, для развития высшего образования. И вот этот стратегический проект называется «Создание комплекса доказательных технологий и платформных решений для повышения человеческого потенциала». Сложное название, но таковы требования программы, чтобы было сложное, интересное для ученых название. И вот здесь буквально перечислено несколько платформных решений, которые сегодня нами разрабатываются. Одна из них, например, очень интересная, это платформа для логопедов, которая называется «Сплюшка». Платформа, которая направлена на унификацию подходов в сфере логопедии. Тема достаточно интересная, потому что сегодня логопедов в университет готовят, многие другие на самом деле организации высшего образования республики готовят логопедов. Но нет унифицированных подходов. То есть логопеды работают так, как во многом их научили и как подсказывает их интуиция, их практика, их практический опыт. Платформа предполагает создание специальной образовательной экосистемы, среды, в которых ученикам, детям предлагаются те или иные упражнения под надзором и контролем логопеда. Они их выполняют, в том числе домашние задания. Причем в платформу встроен механизм распознавания речи. Ребен позволяет, в том числе дома, например, когда домашнее задание выполняется, подсказывать родителям и ребенку, насколько верно, правильно произносятся те или иные звуки, насколько правильно произносятся те или иные слова. И такая обратная связь в том числе приходит и педагогу, который формирует для ребенка тот или иной маршрут. Платформа очень интересная, она сейчас первый год разработки в этом году у нее проходит. Как раз сейчас собираются базы данных правильного и неправильного произношения для того, чтобы механизм движок искусственного интеллекта мог распознавать норму и отклонение от нормы. Эта тема нами разрабатывается вместе с логопедами и практиками. Я думаю, что первый уже MVP, что называется, продукт, будет выпущен уже в начале будущего года. Другая платформа тоже не менее интересная. У нас университет реализует разные программы образовательные, начиная от дошкольного уровня, заканчивая программами ординатуры. И на уровне дошкольного образования мы реализуем, раньше это назывались программами коррекционными, сейчас они называются компенсирующего, по-моему, вида. То есть мы работаем ребятами с аутизмом. И одна из важных задач, это в том числе такое целостное сопровождение ребенка, медика, психолого, педагогическое. Для этого необходима в том числе база данных и выстраивание маршрутов и диагностики, которые мы собираем на одну единую цифровую платформу, которая является платформой менеджмента управления образовательной организацией, в данном случае детского сада, который работает в стенах нашего университета. Тоже продукт тиражируемый. Сегодня мы ведем переговоры с Министерством труда для того, чтобы использовать его в различных организациях профильных республик Татарстан. Но в настоящее время продукт уже запущен, и в нем происходит сбор, обобщение информации, которая собирается по нашим детям. И в том числе определяются закономерности автоматически. И они предлагаются исследователю для того, чтобы он уже пытался интерпретировать эти закономерности в том или ином виде. Потому что сегодня на самом деле это одна из больших проблем. Попытка совместить различные подходы. Не только психолого-педагогический, то есть подход, который распространен здесь у нас в Российской Федерации, но и медицинский. Потому что во многих странах, например, аутизм рассматривается как медицинская проблема, не как психолого-педагогическая. И совместить разные подходы – это большая задача, которая стоит перед разработчиками данной платформы, а также перед исследователями, которые с ней работают. Другая тема – это платформа решения для психологической диагностики в целом. То есть это работа уже с взрослым населением. Эта платформа создана специально для психологических служб, университетских, которые работают за пределами университета, работают с взрослым контингентом. Эта платформа также позволяет собирать, обобщать информацию по людям, которые обращаются в психологические службы, выявлять определенные закономерности, выявлять зоны риска и так далее. Любая информация в данной платформе, как и предыдущую, заносится по согласию людей, с которыми происходит общение. Еще одна платформа, которую мы сегодня делаем – это платформа по сопровождению молодых педагогов. Здесь одним из партнеров у нас выступает университет Талантова 2.0, тоже интересная организация, которая работает в нашей республике. Речь идет о работе как с педагогическими классами, так на этапе их обучения здесь у нас в университете, в том числе цифровизация практик так называемых, то есть наши молодые педагоги ходят на практику, чтобы они могли в свой личный кабинет загружать видео своих практик, получать обратную связь на эти видео и так далее. И для того, чтобы в дальнейшем уже муниципальные образовательные организации, которые принимают их на работу, видели, каким образом они проходили практику, о каких школах, можно ли посмотреть их видео уроки и так далее. Своей стороны, образовательные организации тоже могут выкладывать здесь вакансии, и выпускники педагогических направлений могут выбрать ту организацию, которая предлагает наиболее интересные и удобные для них условия работы. Эта платформа сейчас запущена на этапе работы с педагогическими классами. Я думаю, на будущий год мы выйдем уже к образовательным организациям. В этом году педагогические классы на эту платформу будут уже заходить. Ну и еще серия платформ на самом деле. Одна из них это работа с пофункциональной грамотностью. Вы знаете, что в этом году у нас, к сожалению, Российская Федерация не принимает участие в исследованиях ПИЗа. В то же время мы разрабатываем свои платформенные решения, которые позволяли бы и диагностические материалы, контрольно-измерительные материалы, которые позволяли нам продолжить диагностировать функциональную грамотность, прежде всего читательскую грамотность. То, что нас в этом году прежде всего интересует. Это решение, которое разрабатывается, кстати, в Институте филологии межкультурной коммуникации платформенной, которое позволяет определять сложность текстов. Отдельно здесь есть, наверное, люди, которые этим занимаются. Я поэтому не хочу интерпретировать по-своему содержание этих занятий. Но важный результат для нас является тот, что фактически в электронном формате, то есть когда мы загружаем текст на эту платформу, они нам могут выдать примерный возрастной диапазон, в котором этот текст является адекватным для восприятия. Зачастую, если мы загрузим учебники на платформу 4-5 класса, то оказывается, что они адекватны для восприятия детям, которые учатся только в 8-9 классе. То есть они сложны просто для восприятия по самому тексту, по грамматике, по словам, которые там используются. И как раз платформа создана для того, чтобы проводить в том числе вот такую оценку сложностей, в том числе и учебников, ну и на самом деле других текстов. Еще одна интересная платформа – это платформа на решение для научной коллаборации. Собственно, мы занимаемся исследованием в сфере педагогического образования. И я рекомендую здесь тоже педагогам, которые заинтересованы в этом, можете заходить на платформу, которая здесь представлена, и регистрироваться на ней. Это на самом деле сетевая платформа, которая позволяет организовывать проектные группы в различных исследовательских направлениях в сфере образования. То есть если вам интересна какая-то тема для исследования в сфере образования, вы можете найти своих единомышленников на этой платформе. Там уже зарегистрировано порядка, по-моему, 800 различных исследователей. В целом они определены их тематики, они размещают там свои публикации. То есть кто знает, что такое ResearchGate? Среди ученых, наверное, исследователей, они знают, что это такое. Это такой ResearchGate, то есть социальная научная исследовательская сеть. Но наша, отечественная, что называется, и на ней можно работать. Мы активно работаем на ней со странами СНГ. Ну и буквально последний слайд. Это про те сервисы, которые мы разрабатываем для системы высшего образования. Прежде всего это решение для дополнительного образования. То есть создаем специальные маркетплейсы по ДПО, с эквайрингом, с договором оферты. Сложные слова. На самом деле они во многом упрощают жизнь людям, которые хотят просто чему-то научиться. И также, что интересно, мы занимаемся разработками, автоматизированными разработками траектории академической успеваемости. Эта тема вообще очень интересная, это работа с большими данными в образовании. То есть насколько мы можем прогнозировать успешность тех или иных ребят, относящих к тем или иным категориям, группам ребят, которые учились в прошлом. Потому что всем нам кажется, что мы люди уникальны, а на самом деле по многим демографическим иным параметрам. Мы похожи на тех, кто учились до нас. И они показали свою траекторию развития. И вполне закономерно, вот я социолог, социологи работают с большими данными, с большими числами, и для них люди типичны. То есть мы типичны на самом деле с вами. И насколько мы типичны тем, кто учился и жил до нас, и насколько наши траектории дальнейшие в обучении можно с этими траекториями сравнивать и прогнозировать, то есть экстраполировать на нас те траектории, которые были до нас, которые в прошлом виде во многом похожи на нас с вами. И это на самом деле позволяет избегать многих рисков. Потому что когда мы предсказываем, прогнозируем определенные проблемы у тех или иных категорий ребят, мы можем вовремя произвести интервенцию, помочь. Здесь, конечно, этика во многом использования этих данных, но этот вопрос тоже решается. Вот примерно такие различные, это только малая толика, наверное, того, что делается в университете в сфере цифровизации. То, что мы делаем в рамках программы «Приоритет 2030», безусловно, очень многое делается в части цифровизации, в целом сервисов для студентов. Во многом студенты, наверное, скажут, нет, все еще плохо, все еще надо дорабатывать, личные кабинеты плохие и так далее. Я скажу так, что мы работаем в этом направлении, многое-многое делается. А сегодня, я думаю, что в скором времени новые сервисы тоже будут ребятам доступны. Поэтому, коллеги, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли. Я думаю, что моя краткая информация была вам интересна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова